Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередное интервью для клуба предпринимателей. И сегодня у нас человек, который, в принципе, представлением не является, Дмитрий Потапенко. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый. Дмитрий к нам в Казань приехал с антикризисным туром. Собственно, вопросы у нас тоже будут антикризисные. Ну и первый вопрос такой. Хочется узнать, с какой целью, ну извините за пафос, с какой миссией вы приехали, что хочется донести до предпринимателей России? Миссию, наверное, вряд ли мы, знаете, конечно, слово красивое, большое, но в моем понимании, вот ребята, которые сорганизовали этот тур, моя задача всего лишь ответить на вопросы предпринимателей, потому что это иллюзорность, что предприниматель – это существо такое сильное, смелое. На самом деле он всегда находится в одиночестве и в темноте. И поскольку он находится в одиночестве и темноте, ему там зачастую всегда очень страшно. А еще страшно, потому что проблем очень много, помимо того, что он один сам по себе. И задача, ну вот, можете зачислить это в миссию, если вам так удобно, и вы мыслите именно таким штампом. Это ответить на их вопросы, чтобы они не чувствовали себя в одиночестве и в темноте. А какие тезисы вы могли бы, вот что посоветуете, да, вот такие непростые экономические времена, как их называют? Ну, во-первых, для себя надо понимать, что с учет того, что они непростые, они обычные. Большая часть предпринимателей, которые проходили там, как пишут теперь красивые, лихие девяностые, там, нулевые, якобы сытые и все остальные. В общем, их-то уже испугать сложно. Просто вот сейчас уже какой-то очередной город, да, там, пятый у нас получается, Казань. Ну, и до этого, мягко говоря, я не сидел дома, и фактически там, ну, раз в месяц предприниматели какого-то региона меня приглашали, поэтому там в рамках антикризисного тура, как было красиво названо, не просто так. Основная проблема для предпринимателей, это сейчас фатальное падение покупательского спроса, запретительные документы на получение кредитов, запредельные ставки, количество сборов, поборов, которые не считаются никакими органами, как налоговыми, превышает более 50, там, всякие якорные сборы, торговые сборы, ну, не к ночи помянутые Платоны, Меркурии и все остальное. То есть вот на это, вот эти ножницы, которые происходят, и они не относятся там к экономике. Это, что называется, действия наших феодалов, которые называются экономическими властями, вот, и которые дерут уже там шестую, седьмую, восьмую шкуру с 50-х уже, я бы сказал бы, с одной овциви под названием предприниматель. Поэтому тут, к сожалению, знаете, выявить одну какую-то проблему нельзя, поэтому идет уже интерактив, когда я отвечаю на вопросы предпринимателей, потому что при всей схожести у них все-таки есть небольшая разница, там, ну, понятно, что якорный сбор не грозит тем, кто занимается торговлей, и Платон не грозит тем, кто занимается... Ну, специфика бизнеса. Да, ну, хоть какая-то, да, поэтому это и есть. Поэтому выделить очень сложно, понятно, что одним словом, одной фразой можно сказать, что те экономические власти, которые у нас есть, должны официально признать, что предприниматель стране не нужен, но тогда хотя бы это надо внести в законодательную базу и, собственно говоря, закрыть, зачем люди мучаются. Ну, как-то так. Я знаю, вы в рамках одного из таких выступлений один раз советовали не светить документы предпринимательному к человеку. Относится ли это к мелкому бизнесу, там, КП? Это относится к любому бизнесу. Дело все в том, что это относится к любому бизнесу, у которого есть что отжать. Потому что, ну, можно там как угодно рассуждать, но, к сожалению, к сожалению, когда наш гарант выступает и говорит о том, что в общей сложности было возбуждено 200 тысяч уголовных дел, всего 170 тысяч по делу. А что такое 170 тысяч, ребят? Ну, у нас 86, по-моему, регионов. 170 делим на 86. Это в среднем 2000 уголовных дел на средний бизнес. Средняя, по лишь объективности ради, это означает в каждом регионе среднего бизнеса, ну, от силы реально компании 50. Это означает, что несколько кругов просто были уничтожены. И когда вы задаете вопрос к малому ли это бизнесу, ну, мне кажется, что любой сейчас предприниматель находится настолько под прессом правоохранительной системы, ну, в кавычках правоохранительной, потому что охранение, оно вот этого и называется правоохранительным. Надо охранить право, а не отжимать имущество. Поэтому, это всего лишь, знаете, я бы сказал бы, когда я говорю про документы, это, наверное, нулевой уровень защиты. Ну, в целом я так его и называю, нулевая попытка защититься, не более того. Ясно. Ну, и последний вопрос. Я знаю, что вы очень много работаете. Ну, есть немножко. Встаете там в 3.30. Да, правда. И как удается высыпаться, как удается поддерживать такое? Замечательно, вполне абсолютно. Ну, я легко засыпаю, легко просыпаюсь. Ну, то есть, как выглядит ваш день? Вы спите днем, может быть, там? Нет, ну, я в самолетах сплю, в машине сплю, то есть, если есть переезд какой-то. Мой день в 3.30 встал, поработал с документами, в основном посмотрел графики, что происходит в компаниях по цифрам. Где-то в 5.30 я обычно чуть-чуть ложусь, потом везу детей в школу. Ну, и, собственно говоря, потом по работе. Все, да, вечер. А потом вечер уже наступил. Ну, и, там, соответственно, если у меня есть в этот день запланирован, значит, в спортзал зашел. Все. Собрал, извините, про последний вопрос. Мне очень нравится, как, ну, какое отношение к деньгам вы транслируете в своих выступлениях. Говорите, что это шариковая ручка, да? Ну, это так и есть. Как вы к этому пришли, да? Ну, потому что большинство предпринимателей, ну, может, не большинство, да? Но кто-то вот это служение мамонне, оно, как бы, заражает. Ну, я бы сказал бы, это больше в честь сограждан, оно, оно служит этому кельцу, собственно говоря, золотому. Он очень сильно служит. Так этого избежать? Ну, никак. Это же вопрос самоопределения. Когда ты, в какой момент ты осознаешь, что это всего лишь инструмент, а вот шариковая ручка, ну, для вас, как человек, хоть чуть-чуть близко, вот, там, в прессе, вот, вы написали вопрос, для вас это такая история. Знаете, вопрос не в том, что, там, можно ли, в два горла не сожрешь, там, для чего эти деньги? Это деньги для того, чтобы ты создаешь следующие деньги, да? Если тебя захватывает этот процесс, сделай это, и все. Спасибо вам огромное за ответы. Друзья, приходите в Ростов-на-Дону на антикризисный тур с Дмитрием Потапенко, чтобы узнать подробнее об уровнях защиты в эти непростые времена. Спасибо.